Продолжение следует... 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 анатоксичность также могут значимо повлиять на развитие этого неприятного осложнения. Мы имеем ряд терапевтических возможностей, к которым относятся коррекция иммуносупрессивной терапии, инфузии донорских лимфоцитов, использование CD34 Boost. Также мы можем использовать такую опцию, как использование аутотрансплантации, но будем относить ее к ограничивающих нам опциях, потому что не всегда есть возможность применения данного варианта. Также мы можем использовать факторы роста и основная возможность проведения повторной аутотрансплантации. В наши исследования были включены пациенты до 18 лет. Показанием к выполнению аутотрансплантации у них были не злокачественные заболевания системы кроветворения, а также наследственные синдромы. Все пациенты имели первичное неприживление после аутотрансплантации, и целями и задачами исследования была оценка общей выживаемости пациентов, оценка влияния первичного неприживления на общую выживаемость, оценка частоты первичного неприживления в общей группе факторов риска первичного неприживления, а также эффективности повторной аутотрансплантации, как методы терапии первичного неприживления аутотрансплантата. Группа составила 138 пациентов, это были дети до 18 лет, медиана возраста составила 4 года. И эти пациенты получили аллогенную трансплантацию в период с 2002 года по апрель 2020 года у нас в центре. Мальчиков было чуть больше, чем девочек. Как такового возрастного пика у нас не существует, но видим, что у пациента до 5 лет их чуть больше. Это связано с временем постановки диагноза. По нозологическим формам приобретали пациенты с синдромом костно-мозговой недостаточности, как приобретенными, так и врожденными. Также значимую часть группы составили пациенты с несовершенными болезнями обмена, часть пациентов были первичными иммунодефицитами и 6 пациентов имели телосемию. В качестве донора при первой аллогенной трансплантации наиболее часто был использован неродственный донор, как полностью, так и частично совместимый. Это зачастую связано, конечно, с вариантом и характером заболевания. В качестве источника трансплантата использовался в основном костный мозг, часть пациентов получили стволовые клетки периферической крови. Режимы немилые облативные использовались чаще, но была группа пациентов, которые были использованы милые облативные режимы, режимы со сниженной токсичностью. И мы использовали в основном метод профилактики реакции трансплантата против хозяина с применением антицемоцитарного иммуноглобулина, но также были часть пациентов, которые получили постратсплантационный циклофосфан в качестве. Общая выживаемость составила 34%. 118 пациентов достигли первичного приживления, 3 пациента умерли до приживления. Таким образом, частота первичного неприживления составила 11,5%. Медиана восстановления показателей периферической крови составила по уровню нейтрофилов на день плюс 20-й, по уровню лейкоцитов на день плюс 19-й. Тромбоциты восстановились до уровня нетребующей трансфузии на день плюс 17-й. При оценке факторов, которые влияли на частоту развития первичного неприживления, значимые различия мы получили в группах различных по полу. В группе у пациентов мужского пола этот факт регистрировался чаще, а также в группе пациентов, в котором использовался частично совместимый донор. Остальные факторы значимо не влияли на частоту развития первичного неприживления. Когда мы говорим о приживлении, помимо факта, нам также важна скорость приживления. Поэтому, помимо факторов, которые оценивали мы влияние на факт первичного неприживления, также мы оценивали влияние факторов на скорость первичного приживления. И по полученным данным мы видим, что в группе пациентов женского пола первичное приживление регистрируется раньше. Также в группе пациентов, которые получили в качестве источника трансплантата периферические стволовые клетки крови и пациенты, у которых показанием для выполнения трансплантации был диагноз первичного иммунодефицита. 14 пациентов из 17 неприжившихся получили повторные аллогенные трансплантации. Три пациента умерли до возможности проведения повторной трансплантации от инфекционных осложнений, и медиана времени между первой и повторной трансплантацией составила 48 дней. 8 пациентов получили трансплантацию без смены донора от того же, и 6 пациентов мы применили смену донора, и часть из них получили гаплоидентичную трансплантацию. Если мы будем сравнивать первую аллогенную трансплантацию с повторными, мы увидим часть отличий, часть останется сходными вещами. Например, если мы будем рассматривать и того донора, которого мы выбирали, то мы видим, что 66% при первой трансплантации выпадают на долю неродственных доноров, как полностью совместимых, так и чтительно совместимых. А при повторных трансплантациях 50% это гаплоидентичная трансплантация. Это, конечно, связано с тем, что наше желание выполнить трансплантацию в оптимальные сроки. Мы понимаем, что сроки выполнения очень важны и на исход трансплантации, и на общую выживаемость этих пациентов. В качестве источников трансплантаты использован чаще, наиболее часто, костный мозг как при первой, так и при повторных трансплантациях. Если мы говорим, что при первых логинах трансплантациях мы используем как неимилоаблативные, так и милоаблативные режимы, то при повторных трансплантациях мы используем только неимилоаблативные режимы кондиционирования. Если мы подробно остановимся на группе пациентов, которые получили повторную трансплантацию, и сначала рассмотрим тех пациентов, которые получили трансплантацию от того же донора, мы видим, что большинство из них, 6 человек, имели донором для первой трансплантации неродственного донора и для повторной трансплантации также был выбран неродственный донор. Но стоит обратить внимание, что у 4 пациентов мы имели возможность использовать криоконсервированный заготовленный трансплантат, поэтому выполнить трансплантацию представилось возможным в оптимальный срок. В тех случаях, когда нам пришлось обращаться повторно за получением трансплантата, медиана времени составила более года между первой трансплантацией и повторной трансплантацией. У пациентов, которым был использован тот же донор, первой трансплантации они получили от гаплоидентичного и полностью совместимого родственного донора, достигнуто приживление нормальной функции трансплантаты, эти пациенты живы. В случае, когда мы использовали смену донора, этих пациентов было 6 человек, и вы видите, что большинство из них получили гаплоидентичную трансплантацию, и лишь один донор получил трансплантацию от неродственного совместимого донора, и срок между первой трансплантацией и повторной трансплантацией составил 9 месяцев. Тогда как пациенты, которые получили гаплоидентичную трансплантацию, медиана времени между трансплантациями составила всего 43 дня. А значит, мы можем минимизировать риски, связанные с длительным периодом цитопени, попытаться минимизировать эти риски. К сожалению, мы видим, что не все трансплантации имели удачный исход, и часть пациентов умерли. Пациенты, лишь один пациент, который после повторной трансплантации не прижился и восстановил собственное кровотворение, жив по настоящее время с периодом наблюдения более 10 лет. Все остальные пациенты, которые умерли после повторной трансплантации, это группа тех пациентов, которые имели повторное первичное неприживление. Но не только факт повторного первичного неприживления явился фактором риска в этой группе. Мы подробно проанализировали каждый случай смерти, и вы можете видеть, что группа, конечно, в основном из множества неблагоприятных факторов. Это из заболевания, которые имеют повышенные риски первичного неприживления, это аутосомно-рецессивный остеопетроз. Это, конечно же, у всех пациентов длительный предшествующий анамнез, большое количество трансфузий в анамнезе и значимая перегрузка железом. И еще одна немаловажная факта – это риски трансформации и риски вторичных опухолей, которые существуют у группы с наследственными заболеваниями. Мы все об этом знаем, и, к сожалению, те пациенты, которые имели первичное неприживление, на момент первой трансплантации находились уже трансформировались в милодиспластический синдром и имели более неблагоприятное состояние на момент первой трансплантации. Таким образом, подходя к выводу, мы можем говорить о том, что достижение приживления трансплантата является фактором, значимо улучшающий прогноз общей выживательности пациентов детского возраста с незлокачественными заболеваниями. Факторами, влияющими на частоту приживления трансплантата, являются полурецепиенты и степень совместимости по генам HLE. Более быстрые стоки приживления трансплантата наблюдаются в группе рецепиентов женского пола, первичных иммунодефицитов в качестве показания к выполнению аллогенной трансплантации, а также использование периферических клеток крови в качестве источника трансплантата. Повторная аллогенная трансплантация является эффективной терапевтической опцией для пациентов с первичным неприживлением трансплантата, а использование гаплоидентичного донора позволяет выполнить повторную трансплантацию в оптимальные сроки. Статус заболевания на момент аллогенной трансплантации является значимым фактором, влияющим на эффективность аллогенной трансплантации. И, конечно, в конце не могу сказать слов благодарности нашему учителю, профессору Борису Владимировичу Афанасьеву, который поддерживал направление в нашей клинике пациентов с незакачественными заболеваниями, и, конечно, коллективу всему педиатрическому и аудитории за внимание. Продолжение следует...